Продолжение следует... Продолжение следует... За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракты с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае Вагнер не будет принимать участие в специальной военной операции. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. А для господина Пригожина это основное, если не главное. То есть вы поняли все. Ему предложили подписать контракты. Он понимает, что контракты, если они подписывают контракт, он теряет армия, переходит его из одного ведомства, Пригожинское, в другое, в Шойгушное. И лишает его денег за то, что он отказывается. И, конечно, деньги, соответственно, решают все. И он отправляется в Кремль выражать свой протест таким образом. И все это сейчас очень серьезно обсуждается, что да, вот такой вот он человек с амбициями. Но где армия, они понять не могут. И вы знаете, есть такой военный эксперт Ходоренок, который всегда объясняет все достаточно объективно. Он старается, это голос Минобороны считается, он со всех точек зрения подает проблематику военную. Он старается действительно очень не впадать ни в какие крайности. И вот он говорит, единственное, что нужно было сделать с этим Вагнером, это его расформировать, немедленно его расформировать и отбирать оружие. Но расформировать больше некого, потому что армия куда-то растворилась. В это время мы еще вернемся и к армии, и к тому, что происходит с генералами, которые окружали Пригожина, и как он их всех тащит на дно. Это отдельная тема нашей программы. Но сначала приключения Владимира Путина, который, от извинявшись как следует перед всеми, перед кем не лень, вдруг рванул в город Дербент и совершенно неожиданно пошел там в большую, вполне себе микробную толпу. Давайте посмотрим, как это выглядело в официальных, на официальных кадрах. Так его снимала официальная камера. Но есть еще, может быть, вы его уже давно знаете, такой репортер Павел Зарубин, который его преследует. Он ходит за ним по пятам, за Владимиром Путиным, делает о нем программу «Москва. Кремль. Путин». Он сделал свои, своим видеомобильным телефоном или своим оператором свою хронику, в которой гораздо лучше видно, как Владимир Путин бросается целоваться с этими людьми, не просто обниматься. «Москва. Кремль. Путин». Все это целование выглядит абсолютно странно на фоне того, что мы только что слышали от военкора Сладкова. Вы знаете, что Владимир Путин встречался с военкорами вовсе не в толпе, не в такой обстановке, тесной. Он сидел в кабинете. И все равно, как выяснилось, все эти военкоры должны были отсидеть на карантине, о чем военкор Сладков поведал всей федеральной аудитории. Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем. В принципе, что нужно сказать, вы скажите, я все скажу. Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет? Нет, никакие тайны не выдаю. Ну, тайны он не выдает, но голову опустил, потому что никто больше не признавался, кроме него, про этот карантин. Ну, как-то там не солидно, наверное, но тем не менее, только что был карантин, и вдруг поцелуи. И я представляю вам нашего гостя с нами, Сергей Жирнов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. И привет всем нашим зрителям. Очень рады вас видеть, Сергей. Ну, вы специалист, вы профессионал. Расскажите нам, что это было? Что мы видели такое в Дербенте? Что это такое целующееся перед нашими глазами прошло? Ну, что, мы видели цирк с конями. Вот так это называется в народе. Мы видели, конечно, двойника. Никакой это не Путин. Путин близко так бы не мог бы подойти к этому. Это то же самое. Мы видели того же Путина, который выходил до этого, какого-то там, 21 февраля на стадион Лужники в минус 18. На стадионе, где было 75 тысяч человек. Где то же самое. Со всеми ручкался, со всеми обнимался. То есть, конечно, это близко никакого Путина, настоящего, и не стояло здесь. Вы понимаете, я хочу вас спросить. То есть, вы это понимаете. Но я хочу вас спросить. Ведь они же тоже понимают, что мы с вами понимаем. И все это видят. И как? И все могут сложить дважды два. Даже люди, которые оболванены пропагандой. Может быть, так жестко говорить. Но, тем не менее, даже те люди, которые доверяют пропаганде. Но это же понятно совершенно, что человек, который столько лет уже боится подпускать к себе живое существо, вдруг вот так идет и целуется. Почему они это делают? Устраивают такой цирк с конями. Для чего? Вы знаете, вообще-то им не без разницы эта самая социология. То есть, им все-таки нужно какое-то общественное мнение. И они работают на свой лекторат, они работают на каких-то бабушек, на каких-то дедушек, которые ностальгируют по Советскому Союзу. И которые на самом деле, вы будете смеяться, они верят в это дело. То есть, мы с вами смотрим и мы анализируем. Мы ищем какую-то логику. Мы ищем детали какие-то. Они не ищут никакой логики. Они сидят перед телевизором на диване, пьют свое пиво или там чай, или там водку, закусывают солеными огурцами. Кто попкорном, кто чипсами, кто еще чем-нибудь. Холодец какой-то, салат оливье. И просто смотрят на это, вот как на футбольный матч, не заморачиваясь абсолютно, правда, неправда. Как вот кино. Помните, были сериалы в раннем Совке, или, скажем так, в позднем Совке, сериалы бразильские. Вот, Елена, вы же смотрели эти бразильские сериалы. Ну, а как же, ну, даже мне странно, когда такой вопрос задают, как же я могла их не смотреть? Ну, вот вы можете себе представить людей, которые вот смотрят эти бразильские сериалы, сидящие там часами перед телевизором. Вот эти самые люди, которые смотрят бразильские сериалы, вот они точно так же смотрят этого Путина. Понимаете, в бразильских сериалах им рассказывают, что это клон. Вот бразильский сериал «Клон». Им говорят, вот это вот его, значит, прототип, который погиб, кстати говоря, в вертолете, и профессор создает клона. Ну, им честно говорят, с ними бразильские сериалы абсолютно честны. В индийских сериалах им говорят, это близнецы, понимаете, которые нашли друг друга через много лет. А тут-то они ничего подобного не объясняют бабушке это. Говорят, это Путин. Один и тот же. А им и не надо уже объяснять, потому что эта бабушка, которая уже смотрит эти индийские и бразильские сериалы 30 лет, она уже все, она уже воспринимает это точно так же, как сериал. И ей даже не важно совершенно. То есть, на самом деле, вы знаете, я с такими вот людьми в социальных сетях встречаюсь, и они говорят, ну нет, ну как же можно? Вот французы говорят, ну не может такого быть, чтобы у государственного деятеля были какие-то клоны. Я им говорю, ну ребят, вот вы сами просто подумайте своей головой. Но вот человек, который заставляет сдавать анализы, не будем здесь медицинские детали сдавать, каким образом сдавать эти анализы, отсиживать карантин по две недели, это все давным-давно. Вот того же Макронова, он отсаживал там за 7-километровый стол, надо было там подзорную трубу брать, чтобы смотреть, кто там сидит на другом конце стола. И говорит, что вот этот же Путин вот выйдет куда-то обниматься с этими бабушками в темноту, в ночи, где может возникнуть оружие в любой момент, возникнет может снайпер, кто угодно. То есть там просто толпа может озвереть, и так его любя, кстати, вот такая же штука, вы помните эту историю с похоронами Сталина, да, там же говорят, в Москве там задавило там тысячу или две тысячи человек. Я не то чтобы ее помню, но я ее знаю. Вот, и тем не менее вот этот Путин идет к этой самой толпе, то есть это, конечно, совершенно понятно для любого нормального человека, что никакой Путин в такой толпе оказаться не может, но им это не надо, они вот едят это вот так, как вот дают. Ну да, но только Сталин был уже мертвый и толпа друг друга, а тут толпа могла еще его заодно устроить ему похороны. И тогда было бы точно похоже на Сталина, если бы он там отдал свои концы. Но если бы и отдал, то не он, вот что получается. Значит, мы приходим к выводу, что это чисто социологическая история, что нам надо показать, что Путин бывает в людях, что это не только бункер, не только видеосовещание, и поэтому хоть трава не расти, пусть даже цирк, но для четырех бабушек сгодится, так? Да, совершенно так. Причем эти четыре бабушки, это, я так думаю, процентов 10-15 населения, вот этого такого зомбированного населения, причем это абсолютно безвыходный ход, с моей точки зрения, потому что Путин показал в субботу, в пятницу и в субботу, что он очень трусливый человек, у которого нет власти. И, в общем, это довольно много людей поняло. И не исключаю, что даже и бабушки эти поняли, потому что они вдруг сказали, а куда же он делся-то наш, дорогой Путин-то, чего я делал, вот там он в бункере в каком-то сидит, да? А почему она? Вот Александр Григорьевич, который Лукашенко, вот когда у него там в 20-м году была какая-то заваруха, мы его видели, он вышел перед своим президентом с автоматом, с какой-нибудь рюленьем, и сказал, пускай они ко мне приходят, вот я готов их встречать. А почему же Владимир Владимирович с автоматом не вышел никуда? Вот. И все поняли, что надо немедленно давать какую-то картинку. И отсюда вот эта масса сразу роликов появившиеся. И вот этот цирк с конями, значит, это Иван Васильевич меняет профессию, где, значит, в Кремле вышел он перед оловянными солдатиками какие-нибудь, двойник опять, что же не Путин. Потому что представьте себе Путина, который спускается по этой огромной лестнице из Большого Кремлевского дворца аж на Соборную площадь, да там поскользнется, упадет, что будет. А там в прямом эфире же все это дело транслировали. Вот. И, но это нужно, потому что иначе начнут задавать вопросы. И, кстати, вот это ответ, почему так много Путина в последнее время. Потому что чем больше Путина, без разницы, что он говорит, без разницы, как он говорит, главное, чтобы постоянно были какие-то ролики, которые вам добавляли чего-то, чтобы не было времени их осмыслить. Вот абсолютно вы точно говорите про ролики. Мы еще один покажем, уже свежий сегодняшний. Он уже рванул из Дербента в Москву в очередной ролик. И с нами на связи историк Александр Штефанов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А вот, я не знаю, спрашивать вас или нет, верите ли вы, что это реальный Путин ходил в народ целоваться? Верю, что реальный Путин. Верите, верите, верю, что реальный Путин. У вас, тем не менее, какие-то исторические параллели с этим целованием человека, который до сих пор сидел в замке, в запертии, не возникает? Вот что, о чем вы подумали, когда увидели эти кадры? Ну, это вполне себе нормальная история, политтехнологическая. Тут вспоминал коллега Лукашенко с автоматом. Лукашенко с автоматом позировал для силовиков, когда он всю свою лояльность народа потерял уже, по большей части. То есть до этого автомата он пытался по заводам ходить, как раз как в ту же игру играть. Но на заводах его вышвыривали, ему скандировали всякие плохие вещи. И вот он пошел по силовику. Но он всегда ходил. То есть для Лукашенко это не было сенсаций. Постоянно куда-нибудь ходил. Но вот и тут он после такого значимого события, разумеется, попытки государственного переворота, он решил действительно сделать и в том числе вот этот шаг. Я почти уверен, что это была история импровизированная. Толпа была достаточно небольшой, чтобы он оценил риск. И действительно вот этот сам... А он действительно боится заболеть чем-то. И его окружение боится что-то, и его действительно в этом плане берегут. И действительно все эти истории про карантин, они есть. Но это человек. А люди иногда пренебрегают подобными правилами, которые сами же при себе создают. И тут аналогий полно. Понимаете, любой человек может так выйти. Любой политик. Вы мыслите как бабушка с точки зрения нашего второго гостя. Вы верите в то, что это был Путин, и он ходил в народ. Я в целом, понимаете, не очень склонен к конспирологии. История про заговоры обычно не работает. Понимаете, если о заговоре знает больше, чем 4-5 человек, а заговор в таком плане, это же масштабнейший заговор. То есть если мы говорим о клонах Путина, то это заговор, в который замешаны десятки, а то и сотни людей. Это не заговор, это просто ценные сведения, которые распространяются. Но так заговоры не работают. Но с другой стороны, если встать на вашу точку зрения, с другой стороны, это может быть вполне масштабный карантин. То есть вся эта группа товарищей в Ербенте отправляется в свой прекрасный санаторий, который как раз рекламировал Владимир Путин, приехал туризм развивать. Сидит там положенные две недели, потом ее запускают под камеры. Вот и все, и вот вся разгадка. Или экспресс-тесты тоже. Ну, может быть такое что-то. Но тоже слишком много людей, чтобы мы об этом не узнали. Потому что там толпа такая. Это Дагестан. Это все-таки, может, и не узнали бы. Это не совсем Москва. Одним словом, ваше слово, что все это было реально. Все это было тоже для пиара. Это вы соглашаетесь, что он не боится, он пошел в народ. Но это был реально. У историков есть такое простое правило. Самая простая, непротиворечивая версия событий берется как основная. Это правило, которое стоит очень многим взять и его использовать. Вот это основная история. Все остальные истории, они побочные. И самая простая, непротиворечивая, это действительно, что Владимир Путин просто решил потрогать народ руками. Он давно не трогал. Ну, бывает такое. Да не просто руками, он его ртом трогал. Хорошо. Почему-то поцелуй Мэри Пиккварт. Но вспоминается, это старое-старое кино 20-х годов, немое. Давайте мы послушаем москвичей. Почему Владимир Путин не боится целоваться с людьми? Спрашивали сегодня мы на улицах Москвы. Судя по нашей сейчасной ситуации, да, мне кажется, хорошее решение. То, что коронавирус, в принципе, закончился. Уже сказали, что его нет в деле. И поэтому, в принципе, можно уже, я думаю. Сейчас самое время соединяться с людьми. Ну, возможно, от большой любви к народу, чтобы что-то изменить. Возможно, поэтому. Ну, если царь близко к народу, то народ его уважает. Все. Мне кажется, нормально. Потому что чем ближе он к народу, тем это, наверное, во всех этих ситуациях, это, наверное, очень важно. Наш президент, он более к народу расположен. Я думаю, у него много служб безопасности. И это их работа его защитить. Так что не думаю, что прям все там с плохими намерениями. Наверное, наступило это время. Потому что, а как еще иначе без сплочения народа? Он же не может, садим, одиночку все это делать. Он так и говорит. И это очень важно. Я думаю, он человек разумный. Знает, что он делает. Поэтому, к сожалению, точного ответа у меня нет. Но, в любом случае, я думаю, что он знает, что он делает. Не настолько сближается он, что прямо вот к такому, как мы с вами, допустим. Сразу там какая-то и охрана есть, и определенные дистанции соблюдается. Честно говоря, сложно объяснить. Мне кажется, коронавирус уже не актуален. А последние события... У всех свои проблемы. Потому что он мужик. Настоящий. А вы говорите бабушке. У нас ни одного мнения не было о том, что это был двойник. И отправляемся мы сейчас за Владимиром Путином в Москву. Он метнулся сразу же на какой-то форум идей, инноваций. И послушайте, как его там встретили. Владимир Владимирович, мы все вместе с вами, вся страна переживала 24 июня. И хочу сказать, что мы все с вами, и мы все вас поддерживаем. Ну, теперь Сергей Жирнов. Снова вам слово. Вот вы услышали людей, прохожих и нашего гостя Александра, который все-таки считает, что это был он. И обратите внимание, что ни один прохожий даже в голову не пришло. Из тех, кого мы, конечно, опросили, что это может быть вдруг не Путин, который целуется. Ну, вообще, конечно, на меня это произвело ужасное впечатление, вот эти ответы у прохожих. Но, с другой стороны, вы знаете, у меня есть на это дело ответ, потому что я так думаю, что если бы мы приехали в концлагерь Дахау в каком-нибудь во время Второй мировой войны с камерой, и стали бы у зэков спрашивать, хорошо ли их содержат в этом камере Дахау, то они бы все ответили точно так же. Да, вот в любой тюрьме вам ответят всегда точно так же. Потому что люди понимают, что если вот сегодня вы приехали с ним камерой, с этой камерой, через пять минут вы уедете. А они останутся с надзирателями, своими начальниками, с людьми с дубинками, с автоматами, с пистолетами, которые будут их дальше охранять или делать с ними что-то другое. А чего вот сказать, что у президента двойник, это же не преступление, пока это не считается фейком, клеветой на армию, а что тут такого? Вот у него даже спрашивал корреспондент ТАСС, есть ли у вас двойники? Это по Оруэлу, это мысли преступления. То есть мы живем в 1984 году. Кстати, эта книжка самая популярная, говорят, в прошлом году стала книжкой после войны или там на втором месте, в том числе в России. Вот, потому что кто-то ее еще не читал, и стали народ ее приобретать. Вот, дальше, вы знаете, у меня есть ответ другой. Кстати, вот если вы хотите юморной ответ по поводу этих самых теток, которые в Дагестане его облизывали, то у меня тоже был вопрос вот какой. А где эти тетеньки были во время мятежа? Вот почему они не вышли на ту же самую площадь в субботу 24 июля? И почему вот у Путина, у которого 82% написано популярности, и вот все эти люди рассказывают, что как они его любят, они вместе с ним. Вот где они были в субботу 24 июня? Почему они не вышли миллионами на площади, на все площади, на улицы городов России и говорить, что вот мы любим нашего любимого Владимира Владимировича, извините за татологию, и хотим его защитить и готовы за него отдать жизнь? Вы знаете, это очень интересный и очень серьезный вопрос. Дело в том, что они не вышли, потому что их никто не организовал. Потому что пока что все, что касалось поддержки Путина, организовывается. Их не организовали, их собственные губернаторы, некоторые из которых отделались только словами поддержки, но не вывели своих людей оказать эту поддержку. И мы с вами не можем исключать, что этих губернаторов скоро постигнет печальная судьба некоторых военных, о которой мы сейчас будем рассказывать. Да, вы правы, что их не вывели. Но вы знаете, вот когда был праздник 21 февраля на стадионе Лужники, мне тогда резануло глаз большое количество автобусов. Я вообще-то москвич коренной, я себе задал вопрос, вообще-то это спортивное, тут метро рядом с этими служниками, нет никаких проблем. Почему в 10-миллионной Москве, зачем нужны какие-то автобусы? А там все очень просто, ответ. Потому что в Москве в 10-миллионной на этот стадион 75-тысячный не нашлось ни одного человека приехать. Никто на метро туда не приехал. Туда привезли людей из Подмосковья, а возможно даже из ближайших областей, там Берцкой какой-нибудь, там Калужской и прочих ближайших к Подмосковью на автобусах. Их там стояли несколько десятков. Нет, ну ни одного нельзя говорить. Наверняка студентов привели, московских наверняка и в метро было, но меньше, конечно, значительно, чем привезем. Нет, зачем нужно тратиться на автобусы, если 10 миллионов... Ну потому что мало, мало, да, москвичей набрать не могут, это правда, конечно. Им не могут найти, вот, а если не могут найти, то я не верю в эти 82 процента. И самое главное другое, нет никаких спонтанных выходов. А если нет никаких спонтанных выходов, значит на самом деле это не является никакой всенародной любовью. То есть вот когда к ним подходит корреспондент, да, и спрашивает, тем более, наверное, представляется, да, «Радио Свобода», иностранный агент, ну-ка скажите нам, что вы тут думаете, значит, про Владимира Владимировича Путина. И они прямо сейчас вам скажут, да-да, вот там все. Весь оброс с двойниками, да. Да, с двойниками, конечно. Вот я себе представляю, да, в условиях тех законов, которые приняли, да, значит, девочка нарисовала там какой-то рисунок за мир, у нее отняли, ее отняли у папы, папу посадили в тюрьму, да, они вам, значит, в микрофон скажут, да, вот вообще Путин нехороший человек. Вот, так что вся эта социология в концлагере, я в нее совершенно не верю. Спасибо вам, Сергей, за этот комментарий. Мы переходим ко второй части обсуждения, она очень серьезная. Товарищ Пригожин потащил с собой на дно целую связку похожих генералов. Давайте посмотрим этот сюжет, потом я вам прочитаю свежие новости. По этой теме и будем обсуждать. С начала мятежа Евгения Пригожина сразу несколько высокопоставленных генералов не появляются на публике. Самый заметный среди них главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин. В последний раз его видели вечером 23 июня, когда он обратился к наемникам ЧВК «Вагнер» и призвал остановить колонны. Пока не поздно и нужно и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. С момента записи этого видео Суровикин больше нигде не показывался, пишет Financial Times. Источники газеты говорят, что на Суровикина стали давить из-за его дружеских отношений с Пригожиным. Один из собеседников издания рассказал, что Суровикин и другие дружественные Вагнеру-генералы, такие как Михаил Мизенцев, пытались убедить Пригожина остановиться, а теперь с ними обращаются как с предателями. Бывший замминистра обороны по тылу генерал-полковник Мизенцев был уволен в конце апреля. В мае он стал заместителем командира ЧВК «Вагнер». Сейчас о Мизенцеве ничего не известно. Бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов без ссылки на источники написал, что Суровикин три дня не выходит на связь со своей семьей. Вечером 28 июня в телеграм-каналах появились слухи об аресте Суровикина. Провоенный канал Романов Лайт сообщил, что еще 25 июня генерала забрали в Лефортово. Позже The Moscow Times со ссылкой на два источника близких к Минобороны сообщило, что генерал Суровикин арестован. Утром 29 июня Венедиктов высказал сомнения в аресте Суровикина, но добавил, что его заместитель Андрей Юдин уволен из ВКС. Накануне в телеграме также ходили слухи об аресте Юдина. Однако он сам о проверках в телефонной беседе с корреспондентом портала УРА.РУ, заявив, что он находится дома в отпуске. Однако почему отпуск совпал со сроками мятежа, и откуда на самом деле, говорил Юдин, узнать невозможно. Близкий Минобороны телеграм-канал Рыбарь написал, что Пригожинский путь стал поводом для масштабных чисток в армии. С другой стороны, телеграм-каналы ВЧК УГПУ и бутик ФСБ со ссылкой на источники прямо называют информацию об аресте Суровикина фейком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, где сейчас находится генерал Суровикин. Нет, к сожалению, нет. Это я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это и прерогатива Министерства. Министерство обороны пока официально не комментировало исчезновение главкома ВКС. Издания The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на западные разведки писали, что Суровикин заранее знал о готовящемся мятеже Пригожина. Расследовательский проект «Досье» 28 июня сообщил, что генерал Суровикин с 2017 года был почетным членом ЧВК «Вагнер». Досье утверждает, что таким же статусом обладают еще более 30 чиновников и генералов, однако кто именно, журналисты не уточняют. Сергей Суровикин и Евгений Пригожин знакомы как минимум с 2017 года. Тогда Суровикин командовал группой российских войск в Сирии, а ЧВК «Вагнер» участвовала в Сирийской гражданской войне. Зимой 2018 года Пригожин предложил Генштабу Минобороны России вместе с сирийской армией захватить нефтяные поля месторождения «Алямар» и перерабатывающий завод в районе города Хашам. Эта территория после разгрома исламского государства находилась под контролем сирийских демократических сил, состоящих из курдских отрядов самообороны, которые поддерживают США. В случае успеха, связанная с Пригожиным компанией «Европолис», по соглашению с сирийскими властями получила бы четверть доходов от добычи нефти и газа. Генерал Суровикин одобрил план Пригожина. Однако начальник Генштаба Валерий Герасимов запретил ВКС прикрывать наемников с воздуха. В итоге американская авиация и артиллерия разгромили наступавшие сирийские войска и группу «Вагнера» массированными ударами. Разные источники оценивали потери российских наемников от 11 до 200 человек. Наш корреспондент, который делал этот сюжет, составил еще дополнительную хронику. Мне специально для зачитывания, для вашего внимания, Z-каналы. Генерал 29 июня был на совещании в Ростове-на-Дону. Журналист Колизев. Генерала не было 29 июня на совещании в Ростове-на-Дону. Важная история и Блумберг. Его допрашивали, но потом отпустили. Дочь Суровикина. Ничего не произошло. Папа на работе. Жена Суровикина. Не буду ничего комментировать. Это как назвать? Сергей, вам слово, пожалуйста. Что вы думаете обо всем этом происходящем с Суровикиным? Вы знаете, здесь я соглашусь с теорией моего коллеги, который только что до этого говорил, что надо брать самую-самую простую версию. Самая простая версия какая? Состоялась попытка вооруженного мятежа, в котором где-то по касательной, на полях этого мятежа очутился генерал Суровики. По этому поводу сейчас идет расследование, безусловно. Идет служебное расследование Министерства обороны, но идет также расследование в Следственном комитете, в Генпрокуратуре, в Главной военной прокуратуре, в ФСБ, и каждое ведомство занимается. Хотя Путин сказал, что вроде там все прекратилось, но на самом деле у нас есть информация, что ничего не прекратилось. И в рамках этих расследований генерал Суровикин наверняка куда-нибудь вызвали давать показания в качестве свидетеля для начала. Вот я вам могу рассказать, как это на самом деле происходит, потому что я через такую штуку проходил сам лично. Сергей, можно я просто добавлю, это не в доме Сильвестра с вами происходило? В ЧК огонь пишет, что в Серебряном бару есть дом Сильвестра, скорее всего, его там допрашивают. Нет, нет, меня вызывали просто в СИЗО Ле-Фортово, это все официально, все следственный изолятор в ФСБ, и два раза запрашивали в качестве свидетеля, то есть был следователь ФСБ, все это дело протоколировалось, как полагается, все с соблюдением УПК и так далее. И дальше они там хотели решить, надо будет предъявлять обвинение или не надо. Я их убедил в том, что не надо, и они со мной согласились. То есть я не исключаю вариант, что этого самого генерала, и не его одного, кстати, то есть всех людей, которые находились в этом самом ростовском командном пункте, их наверняка сейчас всех вызывают. Другое дело, что большинство этих людей, которые находятся в Ростове, их вызывает не в Москву, а их там допрашивает, там же ФСБ, УФСБ по Ростову и Ростовской области, там на месте. Там есть третий отдел, военная контрразведка, там есть следственный отдел, в этом УФСБ, и с ними там разговаривают. Там есть своя прокуратура областная, там есть городская прокуратура ростовская, Ростов, город-миллионник, там, в общем, людей в погонах при Министерстве юстиции довольно много. Там есть, и не только при Министерстве юстиции, там есть кому им задать вопрос. То есть я так думаю, что пока что мы не можем ничего сказать ни в одну, ни в другую сторону, но я в этом случае выбираю больше пока выжидательную позицию. То есть я считаю, что, скорее всего, его обязательно куда-то вызывали. Не исключаю, что его вызывали в СИЗО Лефортово, где его, конечно, допрашивали много часов, потому что это вещь серьезная, но совершенно не обязательно его куда-то там посадили. Помните, кстати, в начале войны в прошлом году нам говорили, что посадили генерала Беседы, начальника пятой службы ФСБ. Да, за то, что он неправильно информировал Путина о ситуации в Украине. И потом то же самое, вот когда умер Леонов где-то там в апреле месяце, то вдруг Беседа возник на похоронах и живой-здоровый, его там народ узнал, сказал, что нет, вот Беседа не сидит, вот, и значит, все с ним нормально. Может, его сводили на похороны, ну, пошли навстречу. Может быть, да, одели в костюмчик, значит, поблили, помыли, причесали. Ой, прости, Господи. Причесали и сводили, значит, показать народу, что вот он живой-здоровый. Вполне возможно. То есть я не исключаю ничего, потому что такие штуки тоже бывают. Как бы такие вещи бывают. Значит, когда нужно показать это. При Сталине тоже такое было, да, вот, значит, когда на суд надо было и вывести кого-то, их тоже там одевали в костюмчики, побрили, помыли. До этого их там били палками, прикладами и прочими всякими вещами, а потом, значит, их выводят на суд, они вроде такие живые, все здоровые. Да. Спасибо, хорошо, что вы об этом заговорили, потому что как раз у меня этот вопрос к Александру Штефанову, ровно этот вопрос. Александр, вот тут снова я хотела бы попросить у вас параллелей. Не знаю, я не историк, но мне, конечно, вспомнились эти сталинские процессы над командирами, но тогда за них придумывали этот заговор. Но и сейчас вроде бы заговора-то не было, а ведь головы, скорее всего, покатятся. Вот что здесь, если для вас, как для историка, здесь что-то общее? Ну, мне вот, когда написал ваш коллега, он как раз спрашивал, Александр, вы можете со сталинским временем повести параллели? Я ему сейчас сказал, что нет, не могу. Путинский режим, он очень сильно отличается от сталинского в плане отношения к своим элитам. Путин очень бережет свои элиты, он очень бережет людей, которые ему верны, в отличие от Сталина. Он со временем начала СВО, сколько было провалов на фронте, сколько было провалов, в целом, связанных с войной, но он никого не убирал. Он не делал громких перестановок, особенно, да, то есть там, если кто-то и проштрафился, то он просто уходил на роли второго плана. Не было никаких громких судебных процессов. Вот. В этом плане можно, наверное, даже больше, вот, приятнее вашим многим слушателям будет аналогия. С Гитлером интереснее она будет строить, потому что Гитлер тоже до 44-го года старался генералов не трогать. Он с ними конфликтовал, но понимал их необходимость. А после 44-го года, после заговора против Гитлера, когда, ну, вот, вскрылась, что половина армейской верхушки, она в заговоре. Тогда, да, тогда, конечно, головы полетели, и начались громкие эти судебные процессы. Да, она была в заговоре. Нет, давайте про Тухачевского. Вернемся все-таки к этой группе. Заговор с Тухачевским? Во-первых, во-первых, там действительно... Там не то, чтобы было заговор. За те вещи, за которые судили Тухачевского, у нас бы и на второй план, может быть, не отправили. Там, по факту, все, что было, это то, что Тухачевский, возможно, с кем-то обсуждал, что неплохо было бы наркома Ворошилова поменять на другого наркома. А потом ему нарисовали всю историю про немецкого шпиона, который он озвучивал под... Да, ну, это вообще не похоже сейчас. Сейчас, действительно, вот коллега Сергей, на удивление, да, сказал мне, как мне кажется, правильные вещи, что действительно следствие, вероятно, сейчас пытается выяснить. Суровикин действительно... У него очень много у следствия оснований считает, что Суровикин в этом замешан. Ну, действительно, даже у внешнего наблюдателя есть ощущение, что да, ну, как-то Суровикин замешан. Как свидетель, так точно он замешан. Потому что Пригожин абсолютно точно давал понять медийно, что Суровикин — его человек. Пригожин отставил эту позицию. И теперь, когда Пригожин поднял мятеж, конечно же, следствие хочет разобраться, что там и как. И действительно, возможно... Александр, а мы же с вами тоже, как ни странно, много чего видели, вот перед нашими глазами происходило. А свидетелем чего может быть Суровикин? То, что они там... Вот эти все подряды, все, что он получал, деньги, обмундирование, патроны, боеприпасы, Шойгу, давай-давай, это все видели? И что такого может еще видеть Суровикин? Много чего нет. Это вы думаете, что вы все видели? Там, конечно, очень много чего может быть. Под коверные игры очень много чего может быть. Ну, под коверные Суровикины не сдаст. Со сталинизм... Ну, не знаю, сдаст, не сдаст. В любом случае, тут нормальное следственное действие. Если есть какое-то уголовное дело, а, наверное, какое-то еще осталось, опросить, я думаю, что мы Суровикина увидим. Я уверен на 90%, что тоже не будет никакой показательной посадки. Возможно, будет, опять же, в этой логике Путина... Еще раз, мы видели много историй, вот эти вот слухи были про то, что против него готов был переворот этот генпрокурор в нулевые годы. Что он сделал? Он просто отставил его на второй план. Есть бы было еще несколько вариантов, когда люди проштрафились, и Путин их не сажает обычно. Он и свою элиту, он ее не кошмарит, как Сталин. Сталин, он действительно, он мог перетрясти элиту, и он влашил на хаус. У него другой абсолютно стиль управления. У Путина нет. Он просто приближает лояльных, отдаляет нелояльных. Это совершенно другая история. И тут мы видим как раз часть этой истории. Выясняется вообще Суровикин, он кто? Он лояльный, он нелояльный, что с ним делать? На старинизм это вообще не похоже. Как бы ни старались, но извините. Я, может быть, неправильно выразилась по поводу того, что мы не знаем или мы знаем. Я думаю, что они могут такого от него получить, чего они бы не знали. Даже вот не мы, а вот эта публика, которая окружала Путина, чего такого он пропригожен, по-моему, больше Путина, наверное, никто не знает. Нет, ну почему? Как это не знает Путин? Как вы? Тут уже нужно определиться, да? Какой из них? У вас Владимир Путин, во-первых, у вас несколько, да? А во-вторых, он сидит в замке. Ну вот, вы говорите, что он сидит в замке. Кто там что знает? Пригожин жаловался, что ему не дают контактировать с Путиным вообще. Это называется, Александр, лысая рапунцель, так бы мы его назвали. Ну это я не знаю уже, как у вас. Но в любом случае история о том, что, конечно же, связей Суровикина и Пригожина, я думаю, что, кстати, их там прямых не было. Но средство должно, конечно, на этот случай, но это нормальная реакция следователя перестраховаться. Даже если сверху не было приказа, указания на этого явного, там могли быть кабинетные игры. Кроме того, это могли быть разборки внутри силовых ведомств, потому что у нас есть несколько конкурирующих друг с другом силовых ведомств, которым только дай повод, они сцепятся и пытаются друг друга сожрать. Поэтому нет, это вполне себе укладывается в логику происходящего. И повторюсь, мне кажется, что мы Суровикина увидим еще и даже с погонами. И даже без синяков непобитого. Ну это уже 90%, что его бить не будут, что своих трогать не будут, это наверняка. Спасибо, Александр. Ну, конечно, вы совершенно правы, тут нет хотя бы в том смысле широкой параллели, в том, что им там понарисовали этих немецких шпионов. Здесь пока еще не рассказали нам, все еще не рассказали, что Суровикин, Пригожин и так далее работали на иностранные спецслужбы. Но еще не вечер. Мы сейчас с вами, уважаемые гости, я бы просила вас обсудить еще одну персону. Вот любопытно, как ее судьба развернется. Это любимый, любимчик Путина. У нас как-то была программа о тех, кто придет за Путиным. Мы из четырех человек называли его. Это Демин, губернатор Тульской области, любимчик действительно Путина, который вполне может быть персонажем, на котором сойдется вся эта элита. Может быть, либо на нем, либо на Дмитрия Патрушева. Мы об этом с вами говорили, что он возможный, тогда мы говорили, что он возможный преемник. Два дня назад эти слухи резко усилились о некоем преемничестве, уж по крайней мере на посту именобороны. Давайте посмотрим сюжет и обсудим, не во вред ли ему пойдут, наоборот, эти слухи. Роль основного переговорщика с взбунтовавшимся поваром исполнил Александр Лукашенко. Однако, по заявлениям СМИ, кроме него в умиротворении Пригожно принимала участие группа чиновников. Среди них фигурировало имя пехотинца Путина, губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Его пресс-службе пришлось опровергать его участие в переговорах. На фоне пропажи из медиапространства Шойгу в медиа начала появляться информация, что именно Дюмин станет новым министром обороны. Все сообщения такого характера появлялись главным образом в каналах, связанных с Пригожиным. Такое внимание со стороны пригожинских к персоне Дюмина не случайно. Впервые о связях Пригожина и Дюмина стало известно еще в 2014 году, когда бывший ФСОшник пытался бороться за пост, освободившийся на фоне болезни главы ФСО Евгения Мурова. Журналист Сергей Ижов в расследовании для издания The Insider, которое вышло в 2019 году, утверждал, что именно Дюмин открыл дорогу Пригожину к госзаказам. С 2015 по 2016 год будущий тульский губернатор занимал пост замминистра обороны. Компании, связанные с ним, выполняли многомиллиардные контракты Минобороны на уборку казарм, вывоз отходов, строительство, поставку топлива и питания для солдат по всей России. Но в 2016-м Дюмина перевели в Тульскую область, и ситуация изменилась в худшую для Пригожина сторону. Журналисты тогда предполагали, что это может быть связано как с качеством работы, так и с взаимоотношениями армии с ЧВК Вагнера. Есть еще одна версия. Именно в 2016 году пост замминистра обороны покинул куратор повара Алексей Дюмин. Как выяснил The Insider, с приходом его на губернаторство в Тульскую область в регионе тут же начали проявлять деловую активность, связанную с Пригожиным компанией. С началом войны их дружба не закончилась. Алексей Дюмин активно лоббировал интересы ЧВК Вагнер в конфликте с Минобороны. По информации журналиста «Медузы» Андрея Перцева, губернатор Тульской области мог быть заинтересован в поражении Шойгу в этом конфликте. Ссылаясь на источники в Кремле, журналист заявляет, перевод в Тульскую область Дюмину организовал Шойгу, который боялся амбиций своего зама. Вот, Сергей, я хочу вас спросить, не получится ли все наоборот? То есть не пойдет ли во вред теперь Дюмину, который любимчик, преемник и так далее, не пойдет ли ему во вред теперь вот эта связь с Пригожиным? Хотя, с другой стороны, Владимиру Путину она могла бы пойти во вред, он же тоже был с ним связан. Я считаю, что, конечно, может пойти во вред, в том смысле, что Путин очень не любит, когда ему кого-то навязывают. Путин вообще, я не говорю, что истории с преемником при Путине, это истории все ненастоящие. Это не так, как было при Ельцине. Кстати, при Ельцине все тоже истории закончились ненастоящими. Никто никогда, вот объявляли миллион преемников у Ельцина, а в результате стал Путин, которого никто никогда не мог предположить, что он станет преемником. При Путине то же самое. Сергей Борисович Иванов был министром обороны и его прочие преемники, а стал Медведев в 2008 году вместо Путина на 4 года. Вот и у Путина, в принципе, приемников быть не может, потому что Путин про власть единоличную. Он вообще не представляет себе власть вне себя самого. И, кстати, это у него даже проблема такая экзистенциалистская, потому что он считает, что после него хоть потоп, после него вообще Россия не должна, не должна остаться. И когда возникают какие-то разговоры о преемнике, то это значит, что этого преемника просто конкуренты хотят закопать. И это меня удивляет, что это пошло в Пригожинских ресурсах. То есть если говорить, что это Пригожин, с ним связан это его друг, то это медвежья услуга Пригожину в своих ресурсах раскручивать Дюмина. Потому что всегда будет обратный эффект. Да, спасибо. И, Александр, ваше мнение, какой будет судьба Дюмина? Можем ли мы в самое ближайшее время увидеть его отодвижения от экранов, от... Ну, есть, конечно, такая вероятность. Тут мы гадаем на кофейной гуще, действительно, это очень... Мы анализируем. Замечен, очень хорошо замечен. Ну, можно и так сказать. Да. Гадание на кофейной гуще тоже своего рода анализика. Это всегда так называлось. Да, да. Конечно, был опыт с преемниками при Ельцине, когда куча была догадок, и никто не угадал толком. Только кто-то называл Путина, когда он стал уже во главе ФСБ. Нам уже начались какие-то догадки, но до этого никто бы в жизни не назвал. Конечно, это такая всегда спонтанная история. Преемник может возникнуть в последний момент. То, что Дюмина называют преемником открыто, то, что Дюмина прочат на пост министра обороны открыто, опять же, это, конечно, Дюмину на руку не играет. Это скорее, наоборот, это действительно ему мешает. Так и Суровикину, например, мешало. То есть мы не знаем, например, Суровикин действительно ли связан с мятежом Пригожина, но Суровикин сейчас очень сильно жалеет, что Пригожин отзывался о нем комплиментарно и говорил, что вот, есть Суровикин, а его отодвинули, он нам все помогал, а Шойгу нам все мешал. Понимаете, конечно, это так работает. Политика такого высшего уровня при Владимире Путине, она не должна быть публичной. Можно вспомнить, и Гладкову, например, может помешать внезапное отступление, то, что он сейчас набирает очень неплохо рейтинг в своей области Белогородской, потому что на фоне своего кризис-менеджмента по Шибекину и так далее, он набирает рейтинг. Он реально там работает, и это тоже может ему плохо на нем сказать, потому что нельзя рейтинг набирать в стране развитого путинизма. Нужно как-то договариваться с Путиным, и все. Спасибо, Александр. И я бы хотела, Сергей, спросить, кто эти люди, о которых говорится в сообщении сейчас в последнем информационном планах Путина провести завтра совещание с членами Совбеза Российской Федерации, будут и те, кто с недавнего времени пропали из информационной повестки. А кто это может быть? Кто там очень уж пропал из этой повестки? Конечно, ни о Суровикине, ни о Демине речи не идет, потому что они не были членами Совбеза. Медведев, что ли, вернется из ОМАНа? Кто это? Медведев вернется из ОМАНа, да. Я так думаю, что его, конечно, он пропал из повестки, потому что все остальные мы их видели на совещании у Путина. Все силовики, кроме Медведева, там были. И поэтому, в общем-то, только он и пропал. Все остальные были видны. В общем, завтра, видимо, нас с вами, уважаемые зрители, ждет радость созерцания Дмитрия Медведева. И еще один вопрос задает телезритель, Алексей Венедиктов задает вопрос, который, между прочим, у Алексея Венедиктова, видимо, явно есть какой-то свой источник Минобороны, потому что это он уверенно сказал, что его нет трое суток Суровикина нигде, даже дома. То есть он знает, что его нет дома, чтобы не говорили его дочь и жена лучше, чем они сами. Он говорит, все задаются вопросом, где Суровикин, вот он сейчас написал. Почему никто не задается вопросом, где же начальник генштаба Валерий Герасимов? Вот, Сергей, еще на этот вопрос попробуйте ответить Алексею Венедиктову. А где Герасимов-то? Вы знаете, тут можно еще сказать, допустим, на Рыжкина, почему тоже не было, начальника службы внешней разведки. Вот на этом ночном совещании вы имеете в виду? Да, на ночном совещании. Но здесь ответ я знаю, потому что на самом деле служба внешней разведки не относится к силовому ведомству. У нее нет никакой юрисдикции на территории Российской Федерации. Она работает за границей. Поэтому, кстати, начальника ГРУ там тоже не было. И начальника генштаба тоже ему нечего делать на этом совещании, потому что там были все первые лица. А он не является первым лицом. Первым лицом в Министерстве обороны является министр обороны. А он является первым военным человеком в Министерстве обороны. Поэтому в этом смысле, конечно, на этом совещании ему делать было нечего. Но вообще то, что он как бы пропал из медийного поля, это, в общем, вопрос на засыпку. Да, действительно. То есть по-хорошему, его же все-таки по логике, я понимаю, что его раньше каждый день не показывали. Согласитесь, это же не тот, который Коношенков сидит, стоит у доски, указка и тычет. Это не он. Его действительно не показывали. Он мог три дня, они показываются четыре. Это не герой ежедневных сводок. Есть даже еще одно объяснение, абсолютно чисто административное, такое военное. Начальник генштаба сейчас является начальником СВО. То есть, грубо говоря, ведь война-то продолжается, и у него задача там, в Украине, руководить всей этой операцией. А то, что решается в тылу, это, строго говоря, там есть другие люди, которые должны этим заниматься. Но в этой ситуации, ну, по логике, ну, все-таки, вот встаньте на их... В этой ситуации, когда мятежник, бунтарь, требовал, приведите мне их живыми, вот, мертвыми он не говорил, живыми, приведите мне их в Ростов и отдайте на растерзание, а если нет, я пойду на Москву и пошел. Должны... И нам Шойгу показали, что он есть, он на своем месте. Должны ли нам были они все-таки показать Герасимова, что после всех этих эскопат... Не должны быть? Нет, не должны точно так же, как его нам не показали, например, 9 мая. 9 мая на параде его тоже не было. Ну и что не было, а потом появился на каких-то там учениях вместе с Путиным. Хотя, кстати, вот с другой стороны, у него же статус немножко другой. Вот его, когда были там учения с китайцами где-то там в Сибири, то вот Путин вошел с министром обороны, а Герасимов сидел в сторонке. И даже такой какой-то хмурый такой, на них даже не смотрел вообще. Ну, типа, я занимаюсь своими делами, а тут пришли какие-то два человека, непонятно чем занимаются. Ну и пускай там сидят. У меня своя задача, я вообще начальник гештаба, я военный. А эти, так сказать, насмотрщики политические, пусть они занимаются своими делами. То есть в этом смысле вся, так сказать, теория жанра соблюдена. Спасибо, Сергей. И я, Александр, тоже хочу об этом спросить. Считаете ли вы, что, ну, должны были все-таки власти показать, что в Багдаде все спокойно? Шойгу на своем месте на ночном совещании после мрачной, ну и Герасимов на своем месте. Вот руководит специальной военной операцией, как они ее называют. А вот не показывают. Считаете ли вы, что здесь тоже есть какая-то проблема или нам скорая объявит, что его... Мне кажется, что мы просто на самом деле во многом перевозбуждены новостями. И мы ищем глубинный смысл там, где его может и не быть, да, понимаете? Это не мы, это Алексей Венедиктов, перевожу я стрелочки. Вот. Конечно, то есть всяко может быть, действительно могут там идти следственные действия с кем угодно, и каждый может быть подозрением, но в большинстве случаев все наши догадки, они не оправдают. И в большинстве случаев эти люди просто рано или поздно появятся на этом. И я думаю, что на совместе тоже может появиться Герасимов, да, то есть вполне себе это возможный сценарий. Мне кажется, что тут просто тут нечего додумывать. Вот, Александр, вот вы зовете кофейной гущей, а я зову аналитикой. Вы говорите догадки, а я говорю прогнозы. То есть ваш прогноз, ваш прогноз, что на совместе появятся оба. И Герасимов, и Шойгу. Это чтобы проверить. Очень интересно иногда проверить прогнозы. Шойгу уже, понимаете, вот Шойгу как раз показали. Его сначала скрыли консерву, видимо, ну, то есть там не успели просто снять и показали хозяева, а потом показали. Да. Да, а потом показали. Так что Шойгу показали. Вот. И я думаю, что нет проблем. И Герасимов тоже он остается на своем месте. Более того, Путину принципиально важно показать, что он не поддается ни на какой шантаж Пригожина и никаких кадровых перестановок из-за того, что у него военный мятеж в стороне, он делать не будет. Вот из-за этого конкретно он не будет делать. Даже если бы он хотел, понимаете, поменять Шойгу и Герасимова, после этого он не может этого сделать. Ему нужно какое-то время и показать это так, что это происходит ни в коем случае не из-за мятежа Прикорта. Мы можем это сравнить с той ситуацией, когда вроде бы качалось кресло под Медведевым, пытался подтолкнуть его Алексей Навальный своим фильмом, но наоборот удержал его на этом кресле на гораздо больший срок, чем, может быть, ему был отведен. Ну, это возможно. Но это, понимаете, вот то, что вы говорите, тоже очень инсайдерская тема. То есть не до конца понятно, насколько она правдива, а насколько она выдумана задним числом уже после расследования, понимаете. Но в целом, да, конечно, это возможно и действительно, действительно Путин не из тех, кто хочет вот так вот выдавать людей по требованию каких-то там шантажистов и мятежников. Он верен своему лозунгу, он своих не бросает. Просто свои для него это Медведчук, Шойгу, Герасимов, личные друзья. И только что, спасибо Александре, только что своим для Владимира Путина был Пригожин и что он в ответ получил. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода Человек имеет право Время свободы Американские вопросы Кавказ подкаст Атлас мира Цитаты свободы Скучно не будет Слушай на всех подкаст-платформах Просто надень на